И доброе утро, дорогие радиослушатели, примкнувшие прямо сейчас зрители канала Саха-24. С вами в студии Дмитрий Аргунов. Рубрика у нас называется «Якутка сегодня». Будем рассматривать один из аспектов нашей с вами обыденной жизни. 1 января многих автолюбителей и без того задыхающихся от высоких цен на моторное топливо получили, скажем так, такой нежданчик от крупнейшего игрока на бензиновом рынке. Саха-нефтегазбыт пока в одностороннем порядке повысил отпускные цены на моторное топливо. В среднем примерно на рубль. Повышение в то время как, скажем так, в среднем по России с 1 февраля повышение произошло, ну, где-то в пределах 2,5-3 рублей. То есть можем ли мы говорить, ах, какие вы добрые, товарищи с нефтегазбытой, что повысили всего на 1 рубль. При этом другие игроки, скажем так, рынка, видимо, в силу различных причин, логистики и так далее, против старых запасов, пока повышать отпускные цены на моторное топливо не планируют. Есть также еще один аспект, когда тоже один из игроков, занимающихся поставками моторного топлива в сельские районы, Туймада Неч, тоже крупный игрок, локально в пределах одного муниципалитета снижается. Что это вообще такое происходит? Я, кстати, не понял реакции руководства компании, которая сказала, ну, чуть ли не уподобилась нашему коллеге Михаилу Леонтьеву из компании «Роснефть», который заслужил, скажем так, признание такого самоэкцентричного пресс-секретаря. Туймада Неч прямо сказали, хотите дешевле заправляться, езжайте в Чуропчу, заправляйтесь там. Ну, тут, скажем так, получается момент такой, а чтобы доехать до Чуропчи, сколько я должен сжечь вот этого самого моторного топлива и так далее. И наши сегодняшние гости, с которыми я хотел бы провести установочный эфир в преддверии очень большого бензинового вопроса, который состоится в среду в 19.30 в программе «Один из нас» в луврике «Якутс» сегодня, сегодняшний экономист, старейший экономист, человек заслуженный очень и хорошо разбирающийся в тех моделях, которые работали в те еще в советское время. Почему я делаю экскурс такой? Потому что склонен расценивать модель плановых поставок моторного топлива как идеальную. И вопрос о качестве. То есть многие игроки ссылаются на акциз. Автолюбители говорят, ладно, акциз, но за то ли мы платим вот этот вот самый акциз с каждого литра? Центр стандартизации и метрологии, федеральная вроде бы структура, Дмитрий Дмитриевич Наговицын. Здравствуйте. Да, давайте начинаем. Ну, давайте все-таки начнем с, опустимся, скажем так, вернемся в то советское прошлое. Эдуард Иванович, вот почему у нас рынок, который вроде бы в гайдаровское время сложился, он не стал рынком как таковым? Мы продолжаем пожинать плоды вот этой самой плановой экономической модели. Да, плановая экономика у нас, значит, основывалась на международном балансе, где, значит, планировались все структуры, включающиеся в обороте товара. Все они рассчитывались, и в результате этого, значит, мы получали определенную фиксированную цену на любые продукты. Даже бывали производители, которые назывались планово-убыточными. Почему планово-убыточными? Вот, допустим, объединение Якут-Уголь тогда был планово-убыточным. Тогда восстанавливались так называемые расчетные цены. Расчетные цены, которые ниже себестоимости. И Якут-Уголь практически работал на минусу, но, тем не менее, получал дотацию от центра. Центра накопления и распределения. Потому что плановая система знает, что она, Якут-Уголь, работает. Зато за счет снижения вот этого угля другие предприятия, черные металлурги, допустим, в Сибири, которые получали концентрат якутского угля, они завали намного больше эффекта, чем Якут-Уголь. Вот это что? Это заслуга межотраслевого баланса. А сейчас что? Сейчас мы перешли как бы рыночную экономику. Но, тем не менее, мы за 20 лет не смогли создать действительно работающий рынок. Работающий рынок. Почему? Потому что у нас, допустим, имеется потребитель, то есть и сбыточные, тоже производящие предприятия работают, система работает, но отсутствует самый главный механизм – это что? Это конкуренция. Нигде не работает конкуренция. Допустим, перевозка нефтепродуктов в нашей республике, допустим, работают три или четыре предприятия, основных предприятий. Вот смотрите на колонки, цена на те или иные марки бензинов, они одинаковые практически. Это что? Это практически они договорились. И диктуют цену на рынок, оригинальный рынок. Допустим, мы же перейдем сюда, в простой пример, к крестьянскому рынку. Там, посмотрите, караси, допустим, караси, да, продается, ну, 20-10 человек продает. Цены тоже одинаковые. Почему? Потому что они сговорились. В этом случае необходимо государственное регулирование. Это везде делается. Даже в развитых рыночных экономических государствах. Этот государственный механизм находится в действии. А у нас, наоборот, вот этот механизм отсутствует. Почему? Нет юридического права. Нет другого положения, механического положения. Отсутствует экономический механизм. При минусовом доходе бюджета, республика не может включаться в крупные компании и сделать какую-то регулировку. С их миллиардными оборотами. Да, с их миллиардными оборотами. Он в кармане не может диктовать или же консультировать, или же что-то сказать, диктовать, или в крайнем смысле, я грубо говорю, да, в крупном компании. Вот я спрашивал тогда министра экономики, каким образом вы можете руководить, вот тогда было рассмотрение вопроса по стратегии, да. Вот разработана стратегия социально-экономической развития республики. Там рассмотрены все направления, аж до 50-го года, каким она будет расти. Эта стратегия составлена из чего? Из множества корпоративных программ. Не региональных программ, а корпоративных программ, которые вообще независимы от региона. Они вообще не учитывают систему или же сложности региона. Они учитывают только свои экономические положения. Экономическую прибыль учитывают. Вот поэтому, получается, у меня вопрос возникает в таком плане, как старый экономист. Почему мы, и регион, не имея никакого права регулировать войны этими компаниями, составляем какую-то стратегию? Долгосрочную программу взаимодействия с ними, да. Мы ничего не можем делать. Тогда министр говорит, да, у нас механизмы есть. У нас договорной механизм, мы находим соглашение. Вот видите, два механизма. А этот механизм, это диктат соглашения крупной компании. — Эдуард Иванович, то есть вы говорите, что, допустим, Саха-нефтегаз-быт, подняв в одностороннем порядке пока цены, он рассчитывает на то, что остальные игроки, соблюдая, скажем так, некий сговор, просто подтянут свои цены, да? — Да, да, да. Мои коллеги, я поднял, мои коллеги тоже поднимают. Потому что им тоже надо поднять и получить выгоду. Он автоматически так думает. И действительно так и было же. Поднимали, они поочередно поднимали свои цены. — Самое ужасное в том, что в этом, вроде бы, рублевом, незначительном поднятии цен, то, что валом пойдет поднятие цен на все. На продукты питания, на услуги, на товары народного потребления. — Естественно. — Вот этот процесс контролировать, да? — Естественно. Плановая экономика это контролировать, потому что международной баланс был. Потому что они уже писали свои цены. Вы правильно говорите. Если мы подняли одно, электроэнергию подняли, тоже так же будут влиять косвенно. Нефтепродукты поднимаем, тоже будет повлиять на экономике, да? Ну, плановая экономика это учитывалось. Все. А сейчас нет, потому что мы говорим, это рынок. Ты что вы? Вы не имеете никакого права. — Насчет того, что все-таки конкуренции нет, я тут не соглашусь с вами, потому что в пределах одного региона, одной республики, отдельно взятой, есть игроки такие, ну, тот же ЕТЭК, допустим, да, который честно говорит, да, ребята, мы вам продаем некую смесь, сделанную на основе газоконденсатора, да, которая отвечает неким не ГОСТу, а техусловиям, ну, это местное производство, мы тут вкладываем местное производство деньги, здесь работают местные жители и так далее, вы получаете вот эту смесь, которая отвечает техусловиям, дешево. Такие же компании есть на юге Якутии, да, я не знаю, чем они там торгуют, почему-то у них разница получается чуть ли не 10 рублей. — Да. — Конкуренция есть. — Это не конкуренция. — Я тут не соглашусь. — А конкуренцию мы говорим о том, что... — Это не конкуренция. — Которые привозным торгуют, вот это и есть конкуренция, да? — Слушайте, вот смотрите, нет, почему? Вот в Южной Якутии, вы говорите, по сниженной цене продается, да? — Да. — Значит, рынок распространяется только в Южной Якутии, правильно? Сюда не подходит. Значит, рынок должен быть, если должна была бы конкуренция вот в этом пространстве, в рыночном пространстве должны были конкуренты. А здесь диктаторами, монополистами являются вот эти Туймана, там Саха... — Нефтегаз будет. — Нефтегаз будет, да еще вот два таких группы. Они территориально совместно работают. Южные Якутии не залезают, потому что им невыгодно. Там уже не будут они торговать. Почему будут торговать тогда, когда здесь у него свой рынок, который они и сами диктуют? Понимаете, нет? А до этого они не страдают экономически. Если бы Южная Якутия снижилась, тогда экономически пострадали бы, они вынуждены были бы снижить. Вот тогда бы мы считали, что действительно конкуренция имеется. Вот поэтому мы должны на территории рынка создавать конкуренцию. На действующей территории вот этих компаний должна быть конкуренция. — То есть, Эдвард Владимирович, любой желающий может заняться чуть ли не ведрами торговать вот этим моторным топливом, да? — Рынок позволяет. — Позволяет. — Ради бога. — Никто не запрещает. — Никто не запрещает. — Никто не запрещает. — Вот смотрите. — Таких мощностей, как у Саха-Невти-Газбы, так же тайской базы, к примеру, или там перевалочной какой-то базы в том же Алдане и так далее, имеют очень мало игроков. И согласитесь, что выживут сильнейшие, да? — Конечно, выживут. — Те, у которых есть мощности, у которых есть оборотные средства и так далее. — Вот вы говорите, что Саха... Кто же побысил Сену? — Нефтегазбыт. — Саха-Невти-Газбыт побысил Сену, да? — А вот почему побысил? Он побысил Сену, чтобы, надеясь... Ну, может быть, даже есть у них между собой договорённые. Я не могу утвердить это. Он, значит, я поднял, и, значит, они никуда не денется поднимут. Если бы не поднимали бы вот эти два или три компании свою цену, да, на определённый период времени, если есть возможность за счёт помощи, государственной помощи, да, не поднимали бы, удержали бы, тогда Саха-Невти-Газбыт вынужден был бы снизить свою цену, поскольку постепенно начала сокращаться территория рынка его. Он неправильно говорит. В газете написали, что ради бога, я объем свой синижный, и затраты у меня есть уменьшение. Это неправильно говорит. И, кстати, почему я такое внимание уделил, вот, то, что было и так далее, потому что всё-таки мы помним, что были некоторые маленькие мощности, позволяющие перерабатывать определённое количество нефтепродуктов, которые позволяли потребность региона покрывать. И об этом мы в нашем следующем развернутом эфире, конечно же, более детально рассмотрим, поскольку ещё раз по стечению обстоятельств плана строительства и оборудования нефтеперерабатывающих заводов на территории Якутии находятся в руках пакета портфеля у того же Туйма-Данильда. Переходим ко второй части, которая касается качества. То есть господин Никитин сослался на акцизы и так далее, и говорит, я плачу с каждого литра акциз, извиняюсь, ребята, вы, конечно, я понимаю ваши беды, но поймите меня тоже, я покупаю на бирже. Я понимаю, что это крупный игрок, который не из чеченских каких-то заводиков покупает, а покупает на бирже по биржевой цене. То же самое говорят и другие крупные игроки. Биржи и цены нас, скажем так, давят и душат. Поэтому мы вынуждены не один раз, как обещали, поднимать цены, а три раза в год с различными средствами. И тут возникает, при слове акциз, у многих автолюбителей возникает вопрос. Хорошо, ребят, мы согласны платить, как законопослушные граждане, но за то ли мы платим? Вопрос качества. Почему единственная лаборатория, которая в регионе работает, она ведомственно принадлежит крупнейшему игроку на рынке моторного топлива? Вот здесь аспекты независимой экспертизы. Давайте, Дмитрий Дмитриевич. Ну, это, конечно, крупная проблема, тянущаяся еще с тех времен, когда перешли на рыночную экономику. Вопрос качества. Качество – это такой же основной инструмент конкуренции, такой же, как и цены. В принципе, вот эти игроки должны, по идее, по вопросам качества конкурировать тоже. Но тут стоит такая проблема. В республике Сахаякутия у нас нет независимой лаборатории, которая могла подтверждать качество соответствия бензина моторного топлива. А это, кстати, обязательные условия, скажем так, да? Да, все моторное топливо должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Иметь паспорт качества. Паспорт качества, да. Вот в том-то и дело, что население, потребитель, как бы мало грамотен в этом вопросе, что ли, потому что они, ну вот бензин 92-й, это 92-й, 95-й, 98-й – это то, о чем потребитель в основном знает. А далее не вдаётся в подробности и не знает, что он в свою машину заливает. Потребитель, допустим, на ЗС может требовать паспорт качества, ну, паспорт самого топлива. По какому регламенту, по этому, ну, это, конечно, всё прописано, но сама беда в чём? Что подтверждает соответствие, где в ведомственной лаборатории, вот того же Саха нефтегазбыта, в этой лаборатории они проводят испытания своего же, допустим, продукта, ну, либо даже чужим. Но тут уже нельзя говорить об объективности вот этих данных, потому что для себя можешь написать хорошо, для конкурентов плохо, то есть, ну, я не говорю, что оно имеет место быть, но, тем не менее, вот, юридически вот это дело не защищено. Не защищено никак. Опять же, надзорные органы при проведении проверки того же качества топлива не могут ссылаться на данные этой лаборатории, потому что она зависимая, аффилированную ведомственную лабораторию. А в случае, если ваши специалисты, Центр стандартизации метрологии, да, вознамерятся сделать, ну, на мощностях Саха нефтегазбыта, это возможно или нет? Ну, это думать надо, конечно. Вообще, возможность открытия такой лаборатории рассматривался, но там лаборатория такая, да, очень стоящая, лабородование очень дорогое. Рассматривался вопрос открытия, где-то грубо сошлись на том, что где-то нужно 100 миллионов рублей на открытие этой лаборатории, содержать штат, допустим, 7 человек минимум, это 7-8 человек нужно содержать. И тут уже не стоит вопрос о том, что эта лаборатория инвест привлекательна. То есть никакой инвестор не вложит 100 миллионов, которые он будет отбивать 100 лет. То есть эта лаборатория, можно ее открыть на, допустим, государственные только деньги. Другого выхода я не вижу. А эта лаборатория может у себя потом, как сказать, на самообеспечение. То, что она может уже себя самообеспечивать. А краундфонды, или, скажем так, вот люди же хотят выходить на митинги, они хотят получить какие-то инструменты, скажем, воздействия на ценовую политику тех же игроков. То есть, как у нас перед эфиром было сказано, да, если прокуратура хочет, то люди возмущаются, но степень их возмущения не выходит за пределы их кухни. Согласны с этим? Нет до конца доведенного, вот по причине того, что игрок такой-то, АЗС такая-то, поставляла регулярно в течение пяти лет мне, я не знаю, что нестандартное, некачественное и так далее моторное топливо, у меня, я понес материальный ущерб в размере такого-то. Ну, восстанавливал двигатель, к примеру. Такого кейса, да, нету. Инструмента нету. Нет, не то, что инструмента, случаи нету такого. Почему? И случаи были... Подавали люди, да? Да, жалобы были многочисленные, конечно. Опять же, надзорные органы упирались именно в ответы, что нету лаборатории, никак не подтвердить. Вот эти образцы, бензин, никуда в Москву никуда не отправишь, потому что это опасный груз, ни самолетом никак не увезешь. Ну, и потеряет свойства. Да, всё, то есть подтвердить некому здесь, в республике. Всё-таки, а можно ли привлечь народные средства, потому что, ещё раз говорю, при населении, это по 100 рублей и скинутся. Ну, вот эти инструменты надо посмотреть, конечно. Законодательные и так далее. То есть можно ли привлечь для создания определённой такой структуры народные деньги? Собираем же мы больным детям... В этом году, вот этот вопрос, я буду выступать с докладом в Межмедельственной комиссии по защите прав потребителей, я являюсь там участником этого совета. Ну, послушаю там вот эти советы, вопросы, разберём, на каком уровне это можно финансировать и открывать. Дмитрий, ещё один вопрос. Есть стандарты, которые являются государственным. ГОСТ, тот же, возвращённый, опять же, с советских времён. Есть тех условий. Вот я не зря говорил о чеченских заводиках, грубо их называю, потому что во время чеченской кампании на нефтепроводе, который всё-таки проходил через территорию республики Ичкерия, чуть ли не в трёхлитровых банках продавали некую жидкость, полученную на мини-заводиках. Я склонен, что в определённых объёмах что-то подобное завозится и на... Потому что когда люди говорят, бодяжат бензин, я не думаю, что бодяжат прямо на колонке. Ну, почему нет? На АЗС внутренней, там же ёмкости есть. Залил немножко хорошего, привёз, какой бог послал, и продавай. На выходе получаем некую горючую смесь, которая сгорает, но не обладает теми заявленными характеристиками, которые... Отсутствует специалистов. Есть ли у нас в республике специалисты, которые могут сделать... Вот я знаю, что там в промышленной палате есть специалисты, которые прошли подготовку уже в Москве и так далее, и обладают колоссальным опытом. Но опять же, тут возникает вопрос такой. Привлекать ведь специалистов, которые раньше 30 лет работали в Саха-Нефтегазбыте, для оценки продукта Саха-Нефтегазбыте, этично это или нет? Ну, это вопрос уже не юридический. Поэтому ещё раз вам нужно вкладываться в подготовку специалистов, которые с нуля не, скажем, не омрачены никакими корпоративными вот этими отношениями и так далее, и так далее, чтобы максимальная степень объективности оценки вот этого моторного топлива была уже... То есть, если... Вы же федеральная структура? Да. Как вы можете... Можете ли привлечь, допустим, федеральное какое-то финансирование в создание вот этого... Ну, скажем, регион задыхается от отсутствия квалифицированной экспертизы? Сейчас не могу на этот вопрос ответить. Это надо прорабатывать на всех инстанциях, везде согласовывать. Поэтому сейчас однозначно ничего не могу сказать. Вопрос, что касается всё-таки... Вот качество ещё раз. Вернёмся к ЕТЭКовскому вопросу. То есть, газоконденсат, который добывается... Ну, очень хорошо, что ЕТЭК в рамках своей инвестпрограммы там вкладывается в производство, пусть отвечающего лишь тех условиям, но всё-таки... Опять же, они наверняка отвечают техническим регламентам. Тут как бы общая политика их поддержания качества возможно и хорошая, но, опять же, они могут поставить на АЗС одно топливо, а старший оператор АЗС, допустим, уже, как вы говорите, набодяжить, и тут никто не застрахован. И тут надо уже смотреть именно в конечной ёмкости. Вот на АЗС, допустим. Оттуда же никто отбор проб не берёт, никто, если испытания не проводит от этого топлива. И ещё, кстати, нужно обладать определёнными полномочиями, чтобы приехать? Да, конечно. Отбор проб производится именно сотрудникам той лаборатории, которая аккредитована независимо лично, специальными приборами по определённой методике. То есть бабка там, либо кто, отобрать в пластиковую ёмкость, залить и отправить на испытание не может. Это дело всё оговорено. Это ещё один аспект. И как вы относитесь к попыткам автолюбителей организовать на любительском уровне замер, скажем так, октанового числа только получается? Потому что экспертиза — это в комплексе. То есть вязкость, горючость, кучу характеристик, скажем так, приходится испытывать. А вот берут октонометры бытовые, кстати, народные депутаты определённые, подключались даже к этому процессу, говорили, есть у нас бытовой измеритель октанового числа. Давайте пройдёмся по заправкам, посмотрим. Как вы относитесь к такому дилетантскому подходу? Вот этот случай как раз и показывает, что нам в республике необходима такая лаборатория. А то, что они проводят, конечно, никакой юридической силы не имеют абсолютно. Юридической? И я бы сказал ещё, что поскольку прибор такой бытовой, да, у него погрешность будет достаточно большая, чтобы... Опять же вопрос, был он поверен, откалиброван, вообще правильно ли он показывал, тоже вопрос стоит. Да вообще вопрос стоит, в лаборатории ли это было сделано? Ну, конечно. Да, получается. Ну, в принципе, я... Можно один тоже расскажу. Хорошая политика сейчас проводится в части закупок. Комитеты по закупкам, они сейчас вводят такой инструмент, что при закупке для нужных государственных учреждений они вводят пунктом, что нужно качество поставляемого товара, то есть можно это в отношении топлива ввести, чтобы топливо при поставке этого топлива обязательно проходила сертификацию перед поставкой и после поставки. То есть тут потребитель может себя немножко обезопасить от контрафактного топлива. От каждого топлива. Ну, в принципе, тут нужен комплекс мер, которые... Я ещё раз говорю, я делаю для себя зарубочки для того, чтобы большой эфир программы «Один из нас» в среду 19.30 прошёл без сучка, без задоринки, чтобы не только аудитория, но и все выступающие, они были должным образом компетентны, чтобы задавать обоснованные вопросы игрокам бензинового рынка, которые в частном порядке подняли цены. Увидимся!